Приветствую, друзья! В Украине сегодня произошло очень много знаковых и важных событий, но тем не менее начнем мы с сводки боевых действий, которые происходят, конечно же, на Донбассе. Мы видим, как во всей линии фронта российская армия методично наращивает давление на украинскую оборону и, конечно же, пользуясь десятикратным артиллерийским преимуществом, подавляет любые огневые точки и, конечно, этот процесс занимает время. И, безусловно, сейчас мы будем наблюдать, как на Донбассе будет, по сути, происходить планомерная ликвидация украинской группировки войск, которая хоть как-то имеет возможность воевать. Яркое тому подтверждение, конечно, ситуация в городе Северодонецк, куда Зеленский, по сути, загнал в котел около двух с половиной тысяч украинских военных. Причем российской стороне несказанно повезло, потому что из этих двух с половиной тысяч 25% это заграничные наемники. И сейчас украинская группировка войск в фронт-зоне завода Азот в районе города Северодонецк находится в окружении. И, по факту, с одной стороны речка, а с другой стороны, вернее, с трех сторон российская армия. Причем украинской стороне хоть как-то сдерживать российские войска тяжело даже той артиллерии, которая поставляет им западные страны. Потому что, объективно, как только эта артиллерия начинает работать, то идет уже контрбатарейная борьба, либо тут уже подлетает авиация. Потому что и вертолеты, и, по сути, самолеты российские, это, конечно же, самые главные охотники за артиллерией. И, конечно, артиллерия украинская от этого, ну, мягко говоря, сильно страдает. Но, тем не менее, украинская сторона нашла форму ответа, которая, я думаю, что очень подходит под Зеленского. И мы видим, как город Донецк и абсолютно мирные кварталы сейчас подвергаются несистемным обстрелам. Причем как с артиллерийских систем, так и систем залпового огня. Пользуясь тем, что под Донецком создан за вот эти 8 лет гигантский укрепрайон, который сейчас российские войска обходят и берут в котел, то оттуда наносятся различные удары артиллерии и системами залпового огня. И потом, конечно же, они быстро перемещаются для того, чтобы их не застигли врасплох. И это, конечно же, запрещенные методы ведения войны. Но, тем не менее, мы видим, что у Зеленского это не останавливает. Потому что и обстрелы Донецка, и, по сути, в Северодонецке, вроде как на заводе Азот, находятся, оказывается, мирные люди, которых вообще там быть не должно, потому что это предприятие химической промышленности. И, тем не менее, мы видим, что, по сути, живым щитом пользуются регулярно и, конечно же, злоупотребляют тем, что досягаемость украинской артиллерии находятся мирные жители. И подобные преступления перед народом Украины видят, очевидно, многие. Именно поэтому мы наблюдаем такие новости, как, по сути, вот уже офицеры из Винницы командуют российским фрегатом адмирал Макаров, который бьет калибрами по контролируемой сейчас Зеленским и НАТОвцами территории. На этом примере мы хорошо видим, что основа того, что происходит сейчас в Украине, это действительно гражданское противостояние, которое переросло уже в гражданскую войну. Потому что, объективно, каждый третий примерно со стороны Российской Федерации это гражданин Украины с украинским паспортом, который сейчас воюет за то, чтобы все-таки нам из-за океана не указывали, как нам жить, по каким законам нам жить, какие реформы внедрять и так далее. Но тем временем Кулеба начинает пояснять, почему так затягивается процесс по так называемой фиксации военных преступлений. И, объективно, по мнению Кулеба, просто, знаете, оказывается, не хватает экспертов, которые в этом деле могут что-то законспектировать. Но проблематика, я думаю, гораздо проще, чем кажется. Потому что, как известно, российские войска стояли под Киевом. Буча, Ирпень и так далее. И, как известно, украинские вооруженные силы в это время, когда они там стояли, лупили по всем этим пригородам Киева из артиллерии и систем залпового огня. И это тоже объективные факты. Если бы в это время российская армия, которая там находилась, начала тоже лупить из артиллерии и систем залпового огня, то тогда мы бы увидели разрушенные районы Киева. Но, тем не менее, районы Киева не разрушены. И мы видим, что только пострадали пригороды. Таким образом получается, что любой здравомыслящий эксперт, откуда бы он ни приехал, он все равно сделает логический вывод, что основные потери, как и гражданских, так и военных, они были от артиллерии и систем залпового огня, которые использовали вооруженные силы Украины. И это может кому-то нравиться, а кому-то не нравиться. Но, тем не менее, это объективные факты. И данные факты подтверждает подоляк сегодняшним своим заявлением. Напомню, это официальный спикер Офиса Президента. И он заявил, что украинская армия просто вынуждена использовать жилую застройку в Мариуполе, в Северодонецке, в Киеве, для того, чтобы нанести максимальный урон противнику. Подоляк в интервью New York Times заявил, что артиллерийское превосходство России вынуждает Украину воевать в городах, где украинская армия может получить превосходство. Только вот это превосходство украинская армия получает за счет мирных жителей, которые выступают в роли живого щита. И, пользуясь этим живым щитом, украинская армия, получается, получает превосходство. Ведь на самом-то деле можно было спокойно за городом сделать окопы и там себе воевать. Но, тем не менее, мы видим, что решение было принято, чтобы использовать города. И тут нужно четко понимать, что происходящее – это прямые приказы Зеленского, которого сейчас именуют верховным главнокомандующим. И такие сумасшедшие приказы, они выдаются не только там в отношении украинских вооруженных сил, а и, конечно же, политических партий. Именно поэтому сейчас оказывается, что начали запрещать нашу социалистическую политическую партию под названием «Держава». Оказывается, сегодня какой-то львовский апелляционный восьмой суд принял решение о запрете политической партии. И для меня это, конечно, безусловно, лестное заявление, с учетом того, что наша партия проработала всего 9 месяцев и уже была запрещена Зеленским. По сути, нам всего за 9 месяцев работы удалось создать реальную угрозу для власти Зеленского. И поэтому сейчас именно нашу партию берут и запрещают. Причем делают это с нарушением всевозможных процедур, каким-то образом втихаря принимая решения, вообще не уведомляя нас даже о том, что они намереваются делать, чтобы мы хотя бы туда адвоката предоставили своего. Такие решения Зеленского о срочном запрете партии «Держава» через судьи, которые, по сути, в заложниках находятся у этого диктатора, то это, конечно же, узурпация власти. По-другому это никак не называется. Но здесь все-таки придется разочаровать свадебного диктатора, потому что партия это, конечно же, гораздо больше, чем просто бумажки в Минюсте. Это люди, которых объединяет идея социальной справедливости. Их невозможно просто взять и запретить. Поэтому наша партия продолжит деятельность на территории Украины и, конечно, мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы такой диктатор, как Зеленский, просто поскорее стал историей. Но когда все-таки в Украину вернется закон, мы все-таки вот это решение Львовского суда и вот этого Минюста, который инициировал якобы какой-то иск в отношении нашей партии, мы все это наденем на их дурные головы, причем сделаем это с тактом, с расстановкой и, конечно же, чистого сердца. Также мы сделаем все необходимое для того, чтобы каждая европейская социалистическая партия, там таких очень много в разных странах, чтобы она узнала о том, что, оказывается, в Украине в принципе запрещают все, что связано с социализмом. И несмотря на то, что сейчас Зеленского поддерживает международный олигархат, который доллары печатает, мы сделаем все необходимое, чтобы с этим персонажем даже здороваться порядочные люди перестали. Полное официальное заявление нашей политической партии в отношении ее запрета я опубликовал на своем телеграм-канале. Ссылка на него в описании и первым комментариям под видео. Но тем временем в Пентагоне заявили, что, оказывается, вопрос сохранения государства Украины решен в долгосрочной перспективе. И правда ли какие замечательные проявления украинского суверенитета, что, оказывается, военное ведомство другой страны вдруг делает заявление о существовании Украины как государства? Конечно, западным странам сейчас крайне выгодно, чтобы Украина в долгосрочной перспективе сохранилась именно в нынешнем формате. Украина в текущем состоянии набрала столько долгов, что, конечно, отдать их она будет не в состоянии. А вот забрать недрами или, например, землей, то здесь вот, конечно, западные страны в этом плане хорошо поднаторели на Латинской Америке. И у них есть серьезный такой кейс эксплуатации колонии. И в этом плане именно в таком они рассматривают нашу страну. Но я уверен, что в ближайшее время, все-таки, несмотря на то, что удалось задурманить голову части граждан Украины, мы все равно объединимся с нашими братскими народами. Потому что, как известно, когда мы вместе, то нас невозможно просто победить. И все вот эти планы по эксплуатации нашей украинской земли, я думаю, что западных стран они просто не состоятся. И несмотря на то, что Зеленский делает заявление касательно того, что, оказывается, время с точки зрения Зеленского играет на стороне Российской Федерации, то здесь я маломайского диктатора все-таки должен разочаровать. Потому что время играет в интересах украинского народа. И со своей стороны каждый здравомыслящий гражданин Украины должен делать все возможное, чтобы, во-первых, прекратить эту бойню, которая идет на нашей земле, а потом, конечно же, наказать всех виновных, в том числе, которые за океаном. Также публикуются интересные новости касательно того, что с Украины в ближайшее время просто выйдут практически все миллионеры. И это, как говорится, знаете, очень показательно. Потому что, как известно, они все в основном призывного возраста, от 18 до 60 лет. И почему-то даже, знаете, нет никаких ограничений им на выезд. И объясняется, в принципе, это очень просто. Потому что лучшие друзья Зеленского, это, конечно же, олигархи. И, конечно, каждый такой персонаж просто заплатит немножечко денег, и его пропустят через границу. А тех людей, которые не могут себе оплатить там 5, 10, 20, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за то, чтобы выехать с Украины, то тех, конечно же, будут пытаться загнать на фронт. Ну а тем временем международная олигархия готовит очередной пакет санкций. Очередные компании, которые, как известно, причастны к тем структурам, которые печатают деньги, они тоже вводят всевозможные ограничения и так далее на российские активы и транзакции с российскими активами. На этом фоне президент Турции Эрдоган делает заявление и прямо говорит о том, что западным странам просто нельзя доверять. Давайте послушаем. Когда мы спрашиваем у Греции, для чего вы создаете американские базы, они отвечают против России. А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики, пояснил Эрдоган. Мы видим, что Турция, хоть и очень зависима от западных стран, но пытается вернуть себе часть суверенитета, и во многом даже у Турции получается. Также в сети набирает популярность интересная аналогия из прошлого, касательно того, какая сейчас ситуация в Украине. И, конечно, сейчас режим Зеленского сравнивают с белогвардейцами. Давайте послушаем. В соцсетях уже сравнивают западные поставки в Украине с известными фактами из истории гражданской войны в России, когда Антанта снабжала оружием армии белогвардейцев. Красные с самого начала контролировали регионы, где находились оружейное производство России, а также большие запасы вооружений. Белые же куда больше зависели от внешних поставок оружия, которые шли с запада. Однако в мемуарах белых генералов говорится, что эти поставки были крайне недостаточными и нерегулярными, поэтому в том числе их войска потерпели поражение. То есть собственное производство оружия, которое сейчас располагается в России, одержало верх над импортным, с нерегулярным снабжением. Но тем временем в стране Зеленского все без изменений. Запрещают очередные названия русских улиц, и, конечно же, вот уже сделали заявление официальные лица Украины, что все-таки в Украине теперь наконец-то перестанут звучать в эфире радиостанции «Российские песни», потому что их тоже запретили. Ваши ответы, сколько просуществует такая страна Зеленского, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там можно всегда больше гораздо сказать, чем на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал первым комментарием под видео, и, конечно же, в описании. До скорого!